За прошлый месяц мы подключили порядка 37 уникальных брендов. Уже невозможно вот так легко войти в рынок. Чему учить? Может говно залететь с Фейсбука всегда? Это же такой рандом. Мы вообще снимали на фоне человека, который сидит и делает лично, работает. Сабстр – это единственный в мире настоящий ноу-код конструктор. Мы внедрили должность выбиватель долгов. Кнопку бабло продавать мы больше не хотим. Кто такой аффилиат-менеджер с точки зрения арбитража трайфика? Как становятся аффилиат-менеджерами? Какие-то золотые горшки. Его, кстати, написано, да, название компании спарили? Золотые дунальдахи, биты, шапочки. Люди приходят, они понимают, как учиться, потом могут заливать трафик. Мы делаем продукт, который нужен, который закрывает, во-первых, боли, решает проблемы, в первую очередь и наши. Это чтобы наши вебы могли запустить то, что они хотят, когда они хотят решить все проблемы. Усложняется рынок. Не умрет, конечно, потому что всегда сильные остаются. Решили, что в качестве конкурса к этому видео мы разыграем доступ к этому обучающему модулю, который Артем уже не продает. Стандартно пишите по этому видео три вывода, которые вы сделали с просмотра данного видео. Ну что, друзья, привет. Я подготовил сегодня для вас действительно уникальный контент. Сейчас мы с вами находимся в офисе компании. Я не знаю, пишите в комментариях, как вы думаете, где. Но смотрите, здесь есть все атрибуты просто успеха в успешной компании. Телефон, эти, калаш, какие-то золотые горшки. Его, кстати, написано, да, вот название компании спарили. Золотые дунальдаки, биты, шапочки. В общем, все интересно. Нас в гости пригласил основатель Gambling Pro. Наверное, крупнейшей сетки для арбитража трафика на Gambling Verticali. Артем Прокофьев. Артем, привет. Всем привет. Расскажи нам в двух словах, где мы ощутились сейчас с тобой. Потому что я так понимаю, что мы сейчас оказались в самом сердце компании, которая надела, наверное, шуму на всем рынке СНГ, и которая, когда говоришь про Gambling, она, наверное, ассоциируется именно с твоей компанией. Да, ну, мы находимся в нашем, так сказать, главном месте, обители. Ну, тут не только Gambling Pro, тут вообще в целом все компании, которые мы запускаем, там все направления, которые есть, да. Кто-то сюда приходит, кто-то уже все, просто не хочет ходить в офис, но как бы все сделается здесь, все запускается здесь, все придумывается здесь, как-то так. Смотрите, мы сейчас действительно не зря приехали сюда, потому что вы задаете очень много вопросов, а как попасть в арбитражную команду, мы сегодня помучаемся, соответственно, Артемом. Как это выглядит, какие вообще там бывают, соответственно, роли, как распределены задачи, и поймете вообще, арбитраж трафика, это для вас или нет, потому что у Артема даже есть одна, как бы, ну, мне кажется, классная задача, как любая партнерка, как любой большой проект, он заинтересован в людях, в том, чтобы приходили новые веб-мастера, лили на продукты, и все это работает. Ну что, давай, знаешь, начнем с такой динамики, может, сделаешь коротенький обзорчик, кто у тебя вообще, кто где здесь есть, или из чего вообще состоит вот офис, ну, арбитражной компании. Ну, окей, давай, значит, ну, здесь это кладовка. Кладовка, да. Самая главная вещь, потому что... А почему она под этим... А у нас вообще, в принципе, каждая... А, каждая вещь, так, окей. Ну, в общем, кладовка, нечего смотреть. Здесь, ребята, афилы, маркетинг, ГП, здесь вот сидит Сео, наша компания. Так, Сео занят, наверное, я так понимаю. Ну, пока его не будем беспокоить, позже, думаю, что... Он очень такой... Я сегодня к нему зашел, он фигачит по клавиатурам так, что я говорю, Даня, ты в прошлой жизни был этим стенографистом, знаешь, когда машинки были такие, вот у них звук прям фигачит, там очень страшно было. Слушай, а вот смотри, Сео это как бы хорошо, это как бы классная большая роль, а вот если можно поговорить немножко про афилов, то есть что вообще здесь? Это команда, которая отвечает за, по сути, работу с партнерами как раз? Да, это чтобы наши вебы могли запустить то, что они хотят, когда они хотят решить все проблемы, которые возникают в коммуникации между там рекламодателем и непосредственно вебмастером. То есть тот, кто старается тебе помочь максимально, чтобы ты заработал денег, потому что мы зарабатываем только тогда, когда зарабатывает вебмастер. То есть фактически это люди, которые ведут, ну условно ведут арбитражника, человек, который льет трафик от входа до, собственно, денег, они как бы его максимально сопровождают. Да, потом в случае непонятных ситуаций с рекламодателем, за качество, когда спрашивают трафика, они выбивают деньги с рекламодателями. А так часто вообще такая ситуация, что бывает, что ты что-то налил, вроде нормальный трафик, даже не зафродил, а тебе как бы не платят? Ну это бывает, потому что может говно залететь с Фейсбука всегда, это же такой рандом. Я тебе, давай так скажу, я скажу, что мы внедрили два месяца назад вообще должность выбиватель долгов, выбиватель холдов. Судя во в чем, что он смотрит там весь пролив и за там полгода последние, анализирует там, ну у кого из вебов было, что отправлено в холд, после чего идет и долбит рекламодателя на предмет того, что, ну слушайте, ребят, прошел KPI, не прошел KPI. В общем, и получается выбивать, вот мы замеряли там за прошлый месяц, мы, наверное, 40 тысяч долларов выбили для вебов, удобишь, так как бы, поэтому это очень важно. А вот смотри, какая политика вообще сейчас Gambling Pro, если есть какие-то завесоны на стороне холда продуктов, вы, ну чтобы не попадать в кассовые разрывы, это сами не переставляете людям, не выплачиваете вебмастерам или поддерживаете лояльность и потом собираете долги? Очень важно понимать, что рекламодатель говорит, что если качество плохое, он убирает в холд, то как бы мы не можем здесь что-то выплачивать, это история, значит, качество плохое, потому что такое есть, поэтому не бывает холдов без причин, там есть KPI, например, который не проходит у рекламодателя, о которых знает вебмастер, и как бы когда они не проходят, все нормально, ну это понятно, что отправляется в холд, это не то, что мы должны это выплачивать, это касательно холдов, да, их просто можно выбивать, потому что рекламодатель как бы, ну, со временем может доехать, качество, да, если там первую неделю или две оно не доехало, а, ну, он ставит в холд, а потом может доехать через неделю, он тебе все это выплачивает, то есть это он страхуется сам таким образом, а если говорить про то, что есть вторая тема нашего взаимодействия, где мы кретинуем вебов, ну, мы даем кредиты на то, чтобы они масштабировали свой трафик, вот здесь как бы им не приходится ждать, там, да, выплат от рекламодателя, здесь там риски того, что может что-то уйти в холд частично, и мы с ним разделяем, ну, это как бы получают уже те вебы, с которыми у нас есть какие-то отношения. Слушай, а я правильно понимаю, что большому счету ребята из как раз и филейт-отдела, это те, на кого попадают вообще все мастера, и это вот друзья, скажем так, всех вебмастеров, с которыми они общаются. Да, да. Класс. Окей. Ну, сейчас тут не все, ребят, потому что мы на конфу уехали. Да, 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 сейчас эти CPI Live проходят, не знаю, как конкурирующая там организация для вас или нет. Для вас нет. Нет? Ну, вот, соответственно, тоже будет включение, но мы вообще снимали на фоне человека, который сидит и делает вид, что работает. Вот, человек, который вы можете видеть очень часто на YouTube. Давай немножко тоже поздороваемся. Вообще спросим, как тебе пришла идея. Ты столько контента снимаешь на YouTube, вообще делаешь для Gambling Pro, для арбитражного рынка в целом, что, да, знаешь, для тех, кто тебя не знает, кто ты и чем ты занимаешься. Я Максим Хадов, филейт Gambling Pro. Я слежу за тем, чтобы друзья арбитражников получали свои деньги вовремя, получали самые конвертичные офферы, делаем самые лучшие привыки, много-много-много всего. В общем, короче, ты царь вот этих людей, которые сидят в головах, хайдов и филейт. Очень круто. Слушай, а вот вы очень много контента делаете на YouTube, вот, действительно, просвещаете людей в Gambling, в арбитраж, во все это. Это какая-то цель привлечения веб-мастеров или какая-то внутренняя реализация? Вот для чего вы все это делаете? Классный контент, классный кейс вообще все рассказываете. Я по вашему самому видеороликам учился в начале там. Да. Но мы делаем контент еще с 2018-го, то ли 19-го года. Сначала хотелось просто что-то снимать, потому что ничего не было. То есть и в инфополе? Да. Это была вообще какая-то цель больше оптимизации. То есть люди приходили, это сейчас мобильные приложения, всем понятно, что это такое. А люди приходили, спрашивали, что такое мобильное приложение. Что происходило в таком случае? Мы начинаем общаться с веб-мастером, и это огромная простыня текста, которая не очень понятна. Проще и логичнее было записать там 15-минутное видео, все, что такое мобильное приложение, и выдавать. Друзья, привет! Вы сейчас смотрите видео про арбитраж Трайфика. И так получилось, что взяв довольно большое количество интервью по теме арбитража Трайфика, я понял, что лучшее, что я могу сделать для комьюнити, конкретно для вас, это создать чатик в Телеграм. Бесплатный чатик, где мы абсолютно на бесплатной основе помогаем всем новичкам разобраться в этой теме. Как это проходит, мы проводим там раз в неделю прямые эфиры, где разбираем ответы на ваши вопросы. В команде, как бы в этом чатике, работает команда модераторов, которые также абсолютно на бесплатных началах помогают вам разобраться в этой теме. Поэтому всем, кто хочет открыть для себя арбитраж Трайфика, кто хочет найти команду или, соответственно, ищет себе просто в команду людей, я всем рекомендую ссылочкой на этот Телеграм-чат в описании. Слушайте, а вот сейчас, смотря назад, вообще YouTube сыграл большую роль, вот у вас в становлении как компании, возможно, в вашем размере, ну то есть в том, что вы действительно стали таким крупным игроком. Вот это вот образовательная миссия и то, что вы делились контентом. То, что делились контентом, да, но не YouTube ключевой, да, тут как бы все вкупе, телегу, ВК, инсту, YouTube, спичи, ну в общем, вот это все, когда ты объединяешь, это как бы работает, как снежный ком, но там на одну какую-то площадку мы не можем сказать, что это прямо она. Слушай, а вот если сейчас, вот тебе, наверное, вопрос прежде всего, если вот все-таки брать про успех Gambling Pro, что все получилось, ну помимо команды, помимо как бы действительно там большого количества работы, вот можете что-то еще назвать, что является таким, наверное, триггером важным, который, на ваш взгляд, сработало? Ну, мы решали проблему, вот когда мы начинали, там проблема была в том, что нет реклов, я уже рассказывал другому интервью. Ну да, 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 смотрите обязательно это интервью, по ссылочке будет описано. Нет реклов, и в итоге мы нашли механики, придумали классные механики, где нам получилось уникально для рынка приводить рекламодателей. Все зарабатывали, они там, часть у нас были на эксклюзиве, было на них сложно выйти напрямую. И это все, как бы, плюс куча знаний, которые кейсы мы даем, да, и люди приходят, они понимают, как учиться, потом могут заливать трафик. Как следствие, вот это все, мне кажется, все срастилось. Ну что, спасибо тебе большое. Мы смотрим твои ролики на YouTube, да, так что подписывайтесь на Gambling Pro, на канал, да, так что ребята там делятся вообще. Если хотите что-то знать, ну в целом, про, мне кажется, арбитраж именно на Gambling Pro, это вот, ребятам с Gambling Pro, просто прямая дорога. Я предлагаю вот эту дверь. Ты мне уже рассказывал, что здесь, но ее пока не озвучивать. Давай ее оставим на конец. Самый прикол, что вот в эту дверь, это единственное, куда не подходит мой ключ. Серьезно? Ты не можешь войти? Чтобы никак не ругать. Вот во все могу, а вот это закрыто от меня, просто я приходится постоянно стучать. Давай оставим интригу вообще, как вы думаете, что там, почему вот такая дверь, куда он не может войти. Да. Так, как у вас тут еще все устроено? Так. Мы поговорили, смотри, давайте прям подведем черту. Там у нас были аффилиаты, да, то есть как бы люди, которые работают, аффилиат менеджеры, которые работают с веб-мастерами. Здесь у нас что? Здесь у нас как люди отвечают за блогеров. У нас сейчас в рамках нашего нового направления мы активно будем брать рекламу, делать интеграции к классным блогерам, большим, крупным. Именно как площадка или в рамках какого-то своего проекта? То есть это внутренний медиабанг? Сапстера. Нам надо будет привлекать туда первых блогеров, соответственно, мы будем брать интеграции. Просто платишь его рекламу, они создают приложение и начинают как бы на него приводить трафик. Дальше после этого будут появляться кейсы, потому что я покажу, сколько там будет вложений, сколько с этого будет заработано, как это все заработано. Мы опять начнем массу кейсов выпускать в рынок. Как следствие этого, другие блогеры будут приходить уже сами делать свои эти прилы, потому что там реально классно конверт. Ну то есть окей, это условно buying. Как таковое? Ну можно сказать, да. Окей, по работе. Слушай, а вообще вот давай поговорим немножко про специальность вот так шире, вот менеджер по работе с блогерами. Это вообще востребованное сейчас как бы направление или нет? Значит, мне кажется, это востребованное. Вопрос в другом, что я вот силу, там, и огромное количество людей, там, пересобесил, посмотрел, послушал, ну в общем, которые отвлекались. Ну что, вот такого, как у нас, там, Нурлан, это прям топчик, и их мало. Вот просто так бы менеджеры, да, обычно, там, на эту задачу я бы не брал. Надо брать уже какого-то человека, который куча кейсов имеет уже со всеми ими на дружеской волне, как бы. Ты знаешь, у меня вопрос еще пришел на тему, я хочу вернуться немножко к аффилиат-менеджерам. А вот кто такой аффилиат-менеджер с точки зрения арбитражной трафика? Как становятся аффилиат-менеджерами? То есть это люди, которых вы как бы просто берете, и они как бы это изучают с нуля, или у них какой-то арбитражный бэкграунд. То есть вот что человеку нужно знать, чтобы прийти на такую должность? Ну мы из принципа берем абсолютно нулевых людей. У нас есть вакансия, стажер-менеджер интернет-рекламы. И мы берем только таких, потому что мы считаем, что в чистом поле легче строить, потому что когда человек приходит уже с каким-то бэкграундом, он там из агентства, у него есть немножечко такое вот неправильное сознание его положения в арбитражном рынке. Как правило, там любой человек, который где-то в агентстве работал и так далее, он очень далек от арбитражного рынка, и лучше бы ему все забыть, и все его регалии, потому что в арбитражном рынке тебе придется заново все понимать, познавать. Поэтому мы не берем людей ни с бэкграундом вообще никаким, ни у работы у конкурентов, ни вообще в рекламном рынке. Просто берем ребят нулевых, стажеров, которых мы можем и даем им весь материал, они учатся. И вот за, наверное, где-то месяца четыре они становятся уже такими более-менее разбирающимися в вопросе. Ну, а за год могут стать и сеньорами со временем. Ну, в общем, как видите, можно начинать свою карьеру в дрожа трафика, но не только просто с веб-мастера, но и устраиваться в компании, в продукты, в партнерке, на роли филетной жетушке. Так что у тебя здесь еще есть? Крю, команда? Да. Ну, здесь ребята делают креативы. А, то есть это прям креитмейкеры. Вы главный по креативам, наверное, мы так полагаем. YouTube. YouTube ведете? Вот, мы тоже на YouTube. Конечно, Instagram, Stories. Что самое главное в креативе? В креативе идея. Идея. А как вообще найти хорошую идею? Родить. Просто родить идею, да. Очень круто. Я объясню, почему. А почему у тебя, знаешь, маленькое извлечение? Смотрите, в каждом картина стоит и на этой стене. Там красная, тут белая. Слушай, на самом деле все очень просто. У меня очень было много картин в нашем другом офисе. Мы их сюда привезли, мы их сюда привезли, и так не хватает времени их просто все как-то расположить. Вон, у меня есть одна, которую я очень люблю, но она огромная. Вот такая. А, ничего себе. Прям вообще гигантно на всю, она у тебя сейчас даже запакована. Да, да. Ну, она просто при перевозке. И ты, видишь, я до сих пор ее не повесил, хотя очень она мне нравится. Сколько стоила такая картина? Я не помню, 150, может быть, тысяч, наверное. Рублей или долларов? Слушай, вот давай поговорим про креатмейкеров. На самом деле, я так понимаю, что сейчас для успеха в арбитраже, каждый, когда льет арбитражник или кто-то еще, ну, креатив играет ключевую роль, потому что это, ну, по сути, начало воронки. Когда вы заливаете рекламу на том же Фейсбуке, вы чаще всего там делаете там широкий таргет, и креатив играет большую роль. Можешь рассказать про вот эту роль вот креатмейкера как вот в компании, может быть, в арбитражной команде, в партнерке, вот где это? Я понял. Ну, смотри, это очень важная роль. Вопрос, чтобы там человек набил руку, это раз. А второй, чтобы у него вот рождались вот эти идеи, как правильно сказал Максим. Потому что, ну, опять же, через нас много проходило. У нас даже сервис есть по тому, когда мы продаем создание креативов для ребят. И когда мы запускали этот сервис, соответственно, нам нужно было много через себя креативщиков, чтобы прошло, чтобы взять ребят, которые могут нормальный крео добавить, чтобы их можно было продавать. И очень было сложно. Там из 20, наверное, человек, там, дай бог, 3 человека были плюс-минус, обладали вкусом и компетенциями, чтобы сделать достаточно хороший креатив. А схема, как его делать, ты для начала смотришь, что льют другие, да, заходишь в Адхёрд, мониторишь, что льется, как льется, и потом, какие эффекты используются, что такое сочное, что красивое, какой шрифт, какие текста накладывают, что на заднем фоне за видео играет, какие эмоции и так далее. И после этого ты должен сделать вот то же самое, только с нуля свое, плюс-минус, да. Потому что ищешь, где там эмоции взять, и ищешь, как эффекты сочно сделать, чтобы это прям привлекало внимание. Вот как-то так. Красивый креатив равно конвертищий? Нет, нет, однозначно нет. Я помню, у меня был кейс, я думал, что, блин, сейчас начну делать крутые, очень крутые креативы. Взял за 120 тысяч, значит, видео, как называется, короче... Менажера уже. Ну, короче, в мире какого-то, да. Видеомейкер какой-то. Да, да, что-то с 3D он там может. В общем, вообще такой солидный чувак. В общем, он там сделал, начал вот эти 3D, кривые и так далее. И, блин, вообще, они ни хрена не работали. Какая-нибудь галимая штука, сделанная чуть ли не на телефон с плохим качеством, работала гораздо лучше с точки зрения конверсии, нежели чем делал вот этот дорогой специалист. Поэтому пришлось, так сказать, закончить с ним работу. И, так сказать, не нужно здесь каких-то сверх вот этих заманурованных вещей. Ну, понятно, главное... Да, базис какой-то. Главное, чтобы понимал. Здесь классная локация. Здесь вот такая кухня, такая уютная, прикольная. А мы, кстати, не всех еще сказали, там же у нас второй этаж еще. Ну, пошли посмотрим. Давай отсюда посмотрим, я тебе просто так скажу. Я ехал пару вопросов пока что. Так, один человек. Один человек главный. И опять картина, смотрите, опять картина. Друзья, я надеюсь, что вы не забыли перейти, ну или как минимум запланировали перейти в наш чатик по арбитражу трафику в Телеграм. Ссылка в описании. А также я хочу вам коротко рассказать о своем личном Телеграм-канале, который я веду и в котором я делюсь конкретно своими мыслями, как развиваюсь я, как развиваю бизнес, как веду YouTube и многие другие интересные штуки. Поэтому ссылочка на этот канал также в описании. Один человек, который отвечает за рекламодателей, который, собственно, и обеспечивает нас топливными условиями, офферами в разных геоэксклюзивами. Ну, в общем, то, что заставляет вебов с нами работать, так или иначе. То есть, смотрите, в партнерке, получается, есть еще человек, который отвечает за то, что налаживает контакты с рекламодателями, с конечными продуктами. Конечно, множество коннекшенов, наверное, строится на конференциях, по личным знакомствам. Не, не, вот именно если говорить, понимаешь, всех, кто ходит на конфы, это масс-маркет, все их знают, все с ними работают. А деньги делают с ними на это. Ну, а вот если ты хочешь найти, если ты найдешь что-то эксклюзивное, то там делаются большие деньги. То есть, базис есть у всех, всех мы их можем увидеть на конференциях. А вот какие-нибудь там труднодоступные гео, там азиатские, да, которые именно местные продукты, которые даже не знают вообще, что такое арбитраж трафика, CPI-партнерки, они вообще там по-другому, весь рынок у них устроен. Вот, собственно, охота за ними и есть. А такие еще остались еще в 22-м году? Конечно, конечно, и много. Ну, типа, за прошлый месяц мы подключили порядка 37 уникальных брендов, которых не было. То есть, я так понимаю, что на них делается основной кэш, потому что это невыжженный рынок, по сути, пустой продукт. Да, и местные чуваки, потому что они знают, как, не знаю, в том же самом Таиланде, это совершенно другая система. Там у них вообще по улицам ходят эти чувачки, которые собирают деньги, а потом тебе на балансах кладут. Даже так? Ну, да, ну, в общем, в каждом гео конъюнктура рынка своя. Местные игроки однозначно имеют ряд преимуществ, потому что они там знают, как работать. И это влияет на конверсию, конверсия влияет на итоговые твои роли, поэтому... Слушай, классно, да, я хочу переместиться на кухню, потому что здесь очень классный антураж. Знаешь, немножко хочу поговорить про перспективы вообще арбитражного рынка, потому что можно там увидеть, многие каналы снимают вообще, что происходит. Ты вообще как оцениваешь перспективы арбитражного рынка на 22-23 год? Слушай, ну... Что нас ждет? 22-23 год еще будет все хорошо, я думаю. Но есть основные проблемы, которые я вижу в арбитражном рынке. Это чуваки серых схем, черных, приходящие на наш рынок. Кардеры. Да, они же перегревают аукцион, как это влияет на... Ну, понятно, что многие уже не могут так слить в плюс, как это было раньше, это стало гораздо сложнее. Поэтому, смотри, вот интересная закономерность, да? Стало сложнее слить в плюс. Чуваки, многие вебы для того, чтобы слить в плюс, более такие меслидные крео делают. Меслидные крео влияют на качество. Трафа, который получают рекламодатели. Уже вот мы там получаем от разных уважаемых рекламодателей, вообще глобальную их позицию по рынку, что они хотят сокращать объем трафа, закупаемого у арбитражников. Поэтому... Вот тебе, да, и это все взаимосвязано. Как бы, если так продолжится, а я не вижу там предпосылок, что что-то может резко измениться, да, но, как бы, ну... Перспектива, я... Перспектив, вот, именно в том, как раньше можно было зайти любому и начать зарабатывать деньги, становится все меньше людей, кто реально зарабатывает. То, что либо уже нужна большая инфраструктура, там, мега крутой креативщик, там, умение находить связку в любой момент. В общем, гораздо сложнее становится, усложняется рынок. Не умрет, конечно, потому что всегда сильные остаются, но динамика вот такая. А вообще, как вот быть новичком? Куда сейчас двигаться новичкам в 22-м году, считай, осенью, да, когда вроде бы там активность начинается? Можно ли сейчас в соло одного что-то лить или вот условно идем в команды, устраиваемся, какие-то должности изучаем и там потом работаем? Я думаю, что да, нужно устраиваться в команду. Ну, все зависит от того, сколько у тебя денег, понимаешь? Если у тебя есть там, не знаю... А сколько денег нужно, чтобы начать арбитраживание? Ну, давай, в России... Ну, нет, в России уже не будем считать то, что... Да, бурж, ну, я думаю, что 5-6 тысяч долларов для того, чтобы стартануть, попробовать, там, плюс-минус. Да, слить что-то в минус, что-то в плюс, как бы. Ну, думаю, не меньше, потому что если будет меньше, то вряд ли... Ну, то есть ты вряд ли выйдешь... Видите, вот, кстати, вам актуальная информация вообще о человеке, который никак не заинтересован, и, наоборот, заинтересован в том, чтобы люди как можно больше веб-мастеров приходило. Знаешь, такой вопрос, а вот как ты считаешь, что должно произойти, чтобы вот эта спираль... Я понимаю, о чем ты говоришь. Когда люди начинают лить чернуху, билить туда кардевые карты, кидать, соответственно, в Facebook, кидать сети, да, это перегревает аукцион, как ты сказал. А что должно произойти, чтобы все-таки этот цикл как-то разорвался, или нет? Или он только будет, вихрь этот будет закручиваться? Вот, ну, честно говоря... Потому что денег на ироки меньше, все принимают более черные инструменты, и все так становится только хуже. Ну да, но только, как бы, если бы я знал, это же черный рынок существовал всегда. Всегда. Ну, понимаешь, и поэтому, если с ним до сих пор ничего не сделали, то, как бы, не знаю, что нужно сделать. Поэтому, у меня даже нет, типа, догадок. Я, в принципе, об этом не думаю. Ну, о плохих вещах будем думать лучше. Ну, смотри, логическое продолжение, на самом деле, того, что у тебя, как бы, Gambling Pro, действующий стабильный бизнес, у тебя здесь есть одна комната, где сидят ребята, которые делают что-то уже вообще иное, я так понимаю, что-то другое. Может быть, расскажешь чуть больше, что про Савстер, как это, что это? Да, ну, я думаю, что это будущее в целом и арбитражного рынка, и в целом, наверное, экосистемы бизнеса и блогеров. Потому что мы позволяем создать мобильное приложение за пять минут по определенному шаблону. Если это блогер, то он скрывает контент под подписку и может монетизировать свой контент, или может продавать, сделать интернет-магазин. То есть это, а если это интернет-магазин, то мы как Shopify, ты можешь за пять минут загрузить товары и начать целить, да. Прошел верификацию, у нас встроенная платежная система. И вот мы предоставляем, помимо всего этого, огромный функционал в виде CRM, сквозной аналитики. Ну, в общем, все, что нужно для бизнеса. И там есть партнерская программа. Почему я говорю для арбитража трафика? Потому что в бурже, вот там есть там кликбанк, да, у них там пять миллионов уников в месяц. И его фишка в том, что он упрощает вход для любого там человека. Ты создашь сайт какой-нибудь маломальский, подключишь их в платежку и сразу добавишься к ним в партнерскую программу и сможешь отдавать процент с продаж. А они за счет своей платежки это трекают. Так вот мы тоже самое. Ты когда Прилу создал, ты можешь добавиться в партнерскую программу, просто выставить, сколько ты готов отдавать. Там, если это красивая девушка или блогер, они могут поставить вообще там 75% отдавать за счет того, что не они же трафик привлекли, правильно, на их там контент. А сами пришли. Да, да. Поэтому, в общем, и интернет-магазины огромное количество могут тоже добавляться легко в партнерку, потому что сейчас вот, ну, куда им идти, да? Во-первых, создай нормальный сайт, чтобы тебя куда-то взяли. Это раз проблематика. Вторая, там, хочу там в Адмитат, например, да, потому что у них много трафа. И, ну, тебе туда не факт, что возьмут, да, и не факт, что ты, потому что ты маленький для них. Поэтому, а здесь вот как раз возможность любому быстро войти на рынок арбитражного трафика и получать, платить за результат. Вот вопрос каков. Когда Сабстер запустится, это не вопрос такой, когда он запустится, как ты думаешь, сколько денег нужно будет на входе людям, чтобы войти в Арбиват, условно, вот в Сабстер, войти в эту систему и начать зарабатывать в интернете, на арбитраже, например, через Сабстер. Ты с помощью этого продукта понижаешь порог входа в этот рынок, который сейчас уже стоит 5-6 тысяч долларов для плюсов той же Гомбле или нет? Я тут очень важный нюанс с точки зрения арбитража, то, что первично наша целевая аудитория будет ребят, у которых нишевые. Есть же огромное количество, куча нишевых там вебмастеров, там, не знаю, по парке там сайт какой-нибудь, да, еще что-то, да. И вот у этих ребят, ну, из монетизации там, дай бог, пока от сенс. Да, берешь, работаешь, а еще сейчас его нет, Яндекс есть, Вот, так, соответственно, за счет, вот для таких нишевых ребят, они, им будет прикольно, потому что у меня будет огромное количество разных категорий, на что можно палить и получается за результат, и вот для них они придут сначала. Знаешь, я, для PPC-шников это не сразу пойдет. Поэтому я в основном ориентируюсь на то, что есть огромное количество вебов, которые недозарабатывают в силу того, что недостаточно, ну, под этих партнерок, под конкретные тематики их. А вот знаешь, такой вопрос, если бы сейчас, вот в 22-м году, условно, там, в августе, ты, понятно, сейчас смотришь на связи с позиции большого игрока, партнерка, а вот если бы ты сейчас начинал бы арбитраж трафика, вот просто, вот ты такой вот молодой, представьте, телепортились там назад, тебе сейчас там 18 лет, ты думаешь, блин, вот кругом хайп, все зарабатывают, опять же, конференции, ламбы, все дела, вот что бы ты сейчас начал? Я бы пошел однозначно в арбитражную команду, потому что первичный опыт ты там получишь, ты поймешь, как это работает, и какие-то связочки у тебя в голове будут понимать, ну, в общем, когда ты видишь, как работают другие, ты сможешь, как бы, если ты не дурак, то сможешь, как бы, все это интегрировать в себе, так или иначе понять, как двигаться дальше самому, и когда поймешь, что ты уже все, как бы, хочешь переходить в соло, и у тебя для этого всего достаточно, ты берешь и уходишь. У меня есть и очень много кейсов, когда и ко мне так ребята приходили, они и мне пользу принесли, как бы, и в то же время потом ушли, делают там свои движухи и тоже зарабатывают, как бы. Я только зам, потому что я понимаю, что мы здесь все, как бы, на рынке, и, как бы, до тех пор, пока ты выгоден, тебе приносят пользу, и наоборот, как бы. Ты знаешь, сейчас можно увидеть, что многие условно-партнерские программы, они запускали свои некие обучающие образовательные продукты, и ты, в отличие от немногих, их закрыл. То есть, если у Gambling Pro, я знаю, раньше был образовательный проект, вы обучали веб-мастеров, они, как бы, приходили к вам в лиле, а потом в какой-то момент времени, я так понимаю, вы говорите, все, мы не будем больше этого делать. А одновременно с этим на рынке можно увидеть, что, окей, вот тут запускают продукт, говорят, мы научим вас лить. Почему ты принял решение закрыть образовательный продукт? Рынок изменился? Вы не можете уже давать, как бы, качество? Что вообще происходит? Да, ну, суть такая, что первый курс, который мы продали, у нас было больше 30%, которые отбили стоимость и дальше зарабатывают. Это крутой результат. Ну, типа, это значит, что я продал не ерунду. Потому что у нас не дешевый продукт, да, он там стоил косарь долларов. Соответственно, второй наш поток, когда он запустился, произошла проблема с TikTok, агентские кабинеты больше нормально не лились, уже там надо переходить было на самореге, там свои были проблемы, в итоге в Facebook тоже сложно лить. И результат наших учеников второго потока был существенно. Ну, 10%. Ну, давай, да, ну, приблизительно так, если не 5, потому что, ну, реально стало сложно лить. Вот. И, ну, как бы, все, а что, если реально уже невозможно вот так легко войти в рынок, чему учить? Ну, как бы, люди-то хотят, понимаешь, как бы там, с точки зрения инфы, которую мы даем, она мега полезная. Но вопрос, когда человек покупает, да, он хочет кнопку бабло. И это, ну, типа, это фундаментальная разница. Если ты вот спросишь меня, а стоит ли купить то, что мы там сделали за косарь баксов, вот тебе, да, просто чтобы понять что-то новое, да, для себя узнать. Я скажу, да, но если ты ждешь там кнопку бабло, ты, как бы, это, поэтому, а люди хотят покупать бабло. И это немножко разный наш подход, поэтому мы перестали, потому что нечему, сейчас нету кнопки бабло. С тиктоком она была, и мы с удовольствием ее, как бы, на всех скейлили, да, таким образом, это было круто. Вот. У нас сейчас есть мысли, мы двигаемся в сторону, мы хотим сделать закрытой комьюнити, да, ребят, которые там, которые будут делать мероприятия, там будет и все все эти наши материалы, в том числе, но, как бы, кнопку бабло продавать мы больше не хотим, мы хотим просто такую же тусовку, типа, как и мы, у которых есть деньги, которые не на последние покупают, чтобы потом, типа, изменить свою жизнь, да, к лучшему. Слушай, а если говорить про инструменты, куда бы сейчас посмотреть в начале своего пути? Фейсбук, Гугл, ТикТок или вообще пробовать все, и что тебе заходит, то и заходит. Фейсбук, ну, стоит с Фейсбука начинать, по мне так, потому что, ну, это, опять же, я тебе говорю, исходя из того, что я вижу все потоки. Ты же видишь все потоки, в этом я спрашиваю. Фейсбук у большинства, да, это основной источник, и он, как бы, генерит, поэтому... Ну что, я предлагаю заглянуть на ту дверь, которой нету ключа у Артема, спросить какой-нибудь вопрос интересный у ребят вообще, когда запустится все-таки Сабстер, когда мы ждем этот продукт и будем тихоочек финалисты. Пойдем заглянем. Пустят нас вообще туда, или они скажут, что за люди вообще с камерой пришли такие. Ну да, давай посмотрим. Тут сидит Мерлин. Мерлин, да? Да. Там, ребята, деловые. Деловые. Здравствуйте, друзья. Да, расскажи мне, где мы вообще оказались, что такое Сабстер. Ребята, ну, добро пожаловать, во-первых, на в гости. Да, ну вот. Сабстер – это единственный в мире настоящий ноутод-конструктор, который позволяет сделать уникальный продукт, всего лишь единственным шаблон, который максимально конвертит. Это штука, которая позволяет блогерам и лидерам мнений зарабатывать деньги уже здесь и сейчас, используя все текущие современные инструменты, будь то платежная система, рекуррентная БЦЖ, система аналитики и далее, и далее, и далее, и далее. Это есть в двух словах. Ты как-то это делал, а что, элевейтор-пич отработан, что ли, вы прям чувствуете, что это повторяли уже, знаешь, сто пятьсот раз, ходя, как бы, в лифте. Да, это экспромт-то, более того, есть большая боязнь камеры, да, но более того, все же намного проще. Мы делаем продукт, который нужен, который закрывает, во-первых, боли, решает проблему, в первую очередь, и наши. Мы понимаем, зачем и для чего. Ну, так случилось, что этот продукт оказался востребован на рынке, ну, вот, поэтому… Почему, Артем, сегодня пускаете? Артем, да. Вы знаете, здесь есть такая вот, тут вот прям такая тонкая грань, ну, вот… Чтобы не лез, ты по рукам бить? Нет, вот, вот, все-таки, вот, когда муж, жена под разными одеялами, это хорошо, я шучу, вырисовывайте, пожалуйста. Здесь у нас то место, где у нас разрабатывается, на самом деле, такая основа, стратегия, концепция, естественно, там, после того, как мы сходим с кабинетом, с Артемом, здесь у нас идет разработка, аффилиат-программы, здесь у нас происходит отрисовка всех самых сложных модулей, там, будет и товарный модуль, или модуль, или, там, реализация каких-то, там, других сервисов и так далее, здесь ребята думают, решают, согласовывают, отрисовывают, передают дальше уже в разработку, ну, вот. У меня вопрос. Да? Когда будет запущен саптер? У нас есть общесогласованное мнение, ну, вот, но мы говорим о том, что 17-го числа. Чего? Вот сегодня 17 августа, вот ровно через месяц мы предложим вам познакомиться с продуктом уже в очередь. Ну, все, мы надеемся. Ну, все, что, как только выйдет интервью и появляется продукт, ссылочка будет, соответственно, в описании. Ну, что, Артем, тебе спасибо большое, что нас на самом деле пригласил. Да, тебе спасибо, что пришел. Я надеюсь, что вы увидели вообще, как устроена партнерская, партнерка, да, как это называется, как это называется, как это, арбитражная команда изнутри. Этот материал вам полезен, обязательно подписывайтесь, соответственно, на Артема. У него, что у тебя, Инстаграм? Инстаграм, да. Мы сейчас с Артемом обсудили и решили, что в качестве конкурса к этому видео мы разыграем доступ к этому обучающему модулю, который Артем уже не продается. Это все было не согласовано, очень важно. И, ребята, уже этот продукт закрыли, смотрите обязательно интервью, поймете почему. Но там информация, которая актуальна для каждого начинающего арбитражника прямо, ну вот, она, наверное, такая вечная, знаете, кор такой, который будет работать. Поэтому все стандартно. Пишите по этому видео три вывода, которые вы сделали с просмотра данного видео. Мы с Артемом их потом посмотрим. Рандомно выберем несколько лучших, из них выберем прям самый топ и откроем вам доступ. Артем, спасибо тебе большое, что пригласил нас. Это было крайне интересно. Я надеюсь, что вам тоже зашло, поэтому лайк мы точно заслужили. И самое главное, занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто. Пока-пока.